19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция Комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался в СССР как день рождения пионерии. После распада Советского Союза, когда перестала существовать в прежних масштабах пионерия, праздник утратил свои прежние значения. Опыт пионерской организации уникален. Ее традиции близки и понятны каждому. Честно жить, много трубиться, горячо любить и беречь свою родину, помогать людям. Пионерия основана на принципах добра и справедливости, коллективизма и товарищества. Для слова сначала думай о родине, а потом о себе, это руководство к действию. И воспитанники пионерии становились героями войны и труда, накоряли космос, осваивали цели, развивали науки и культуру. В советское время это была отраженная система детского и подросткового воспитания, которая, к сказанному выше, гарантировала бесплатное и лучшее мере образования, полноценный досуг, проведенный с пользой, развитую систему противообразования, уверенность завтрашнего дня. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы возродить в полной мере эти славные традиции и систему государственной заботы о детях и молодежи. Так совпало, что День пионерии приходится практически на конец учебного года, так что в этот день подводились итоги учебной и общественной жизни каждого класса. Объявлялись и поощрялись лучшие пионерские отряды, а вечером возле огромного костра под гитару пели пионерские, патриотические, военные и туристические песни. Каждый год 19 мая подводили итоги своей работы, кто лучше учился или больше собрал макулатуры. Сейчас этого нет, и тем не менее красные галстуки не совсем ушли в прошлое. Вот эти плакаты, которые сейчас за ребятами, пионер всем ребятам, пример, это настолько глубоко в этих словах все заложено. Вспоминаю себя, вспоминаю эти годы, мы участвовали в Тимурском движении, помогали старшим, помогали октябрятам. То есть это было настолько все здорово, настолько прекрасно. Я уверен, что сегодняшние ребята, которых мы приняли в пионерскую организацию, они будут брать из того советского времени то хорошее и перекладывать на нынешнюю жизнь, нынешние реалии. Сегодняшнее поколение принципиально от предыдущих не отличается. Подросткам по-прежнему необходимо объединяться в сообщество, принимать общие правила и действовать вместе. Сестренки Софья и Полина учатся во втором классе, и сегодня для них ответственный день. Их приняли в пионеры. Зачем вы это сделали? Зачем вы согласились стать пионерами? Чтобы помогать тем, у кого что-нибудь не получается, чтобы быть примером. О движении рассказал им папа, который когда-то сам был пионером. Когда я им предложил стать пионерами, они спросили, пап, кто такие пионеры? Ну я им сказал, пионер всегда пример, всем пример, всем ребятам пример. Ну привел примеры пионеров-героев Великой Отечественной войны. В принципе, они их заинтересовало, мы это предложение. Я думаю, что мы будем работать в пионерской организации. На площади в этот яркий солнечный майский день горят красным коммунистические флаги и пионерские галстуки. Торжественная линейка состоялась для школьников из Рязанских, школ Спасского района, из школ Турлатова и Заборья. Коммунистическая партия всегда с большим вниманием относилась к подрастающему поколению, к воспитанию, нравственному воспитанию. И сейчас этот праздник, мы видим, проходит по всей стране. То есть пионерия жива и она пополняет свои ряды. О том, насколько возможно массовое возрождение пионерского движения, говорить сложно. Но счастливые лица детей и родителей подтверждают. Пионер всем ребятам пример. Пример ответственного, радостного, целеустремленного человека.